За лето дети хорошо отдохнули, набрали сил и готовы уже приступить к занятиям. Теперь мальчишки и девчонки большую часть времени будут проводить в школах и детских садах. По статистике, с наступлением учебного года заболеваемость начинает расти. На снижение рисков направлен комплекс профилактических мероприятий, которые всегда в арсенале специалистов детской поликлиники. Все дети детских садов и начальные школы с 1 по 4 класс будут обследованы на энтерапиоз путем мазочка. Поэтому просим родителей не игнорировать просьбы медицинских работников, классных руководителей, воспитателей. Инфекционное заболевание энтерапиоз непосредственно влияет на соматическое развитие детей. После активного летнего периода, подразумевающего и отдых на природе, оно встречается чаще. Задача специалистов в белом халате – вовремя выявить и провести курс лечения. 1 сентября начинается, как всегда, туберкулинная диагностика. Очень важно выявить на ранней стадии, когда положительные только пробы, и начать либо лечение, либо провести полное обследование в противотуберкулезном диспансере. В медицинской карте учебного года – вакцинация от гриппа и прививки в соответствии с планом национального календаря. На базе школ пройдет также профилактический осмотр подростков от 15 до 17 лет. Эти данные в дальнейшем будут учитываться при оформлении справок, необходимых для обучения в вузах и колледжах. В эти дни в поликлинику спешат родители с детьми, которые впервые переступят порог образовательных учреждений. Дети, которые идут либо в первый класс, либо готовятся к выходу в сад, организованы профилактические осмотры в один день, по четвергам, где детки проходят всех специалистов и все обследования, положенные по возрасту. Несмотря на то, что спектр обследований немалый, да и количество пациентов в день превышает 40, очереди не образовываются. Жительница поселка Горький-Ленинский Полина Шумей приехала на обследование с трехлетней дочерью Марией. Буквально еще, может быть, год назад тут были бесконечные очереди. Сейчас пусто, все распределили, все хорошо. Сократить время ожидания в очереди помогло разделение потоков после капитального ремонта первого этажа поликлиники. Ну а чтобы маленькие посетители со свойственной им неуемной энергией не скучали, продуманы игровые зоны. Тамара Абидова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.